Привет, привет, мои хорошие! С вами Татьяна. Помните видео о том, что я купила на скидку в городе Киеве, в реальных магазинах? И тогда я вам показывала вот это платье, но не примеряла его. Помните, я рассказывала, что я у Марк Спенсер купила второе платье с одной и той же тканью, но не могла ничего с собой поделать. Мне очень нравится лём, и поэтому я всегда обращаю на платье из такого состава. Вот, смотрите, это платье, которое вы уже давно на мне видели. Это у меня старенькое платье получается, а вот это новое. Платье из одной ткани, но разное покрое. И ещё я показывала босоножки. Это вот такие закрытые босоножки. Я тоже их показала, но не примеряла. Но сейчас вот я показываю всё это вместе. Мне пришлось остановить видео, так как я стояла в одном босоножке. И вот сейчас стою в двух босоножках и покажу вам свой влог. Так я сегодня пойду на работу. Вот это платье, видите, у него такие рукавочки. Сейчас модно такие объёмные рукава с валанами, с рюшами. Но вот такое платье, оно очень свободное, так как летом жарко, я предпочитаю свободное платье. Конечно, у меня уже есть и платья в облипочку, но вот такие платья свободного кроя, Версас я больше всего люблю носить в такое время года. Так, в общем, голубой цвет я люблю, как вы уже знаете, я сто раз вам рассказывала. Смотрим платье. Вот такое платье, и это платье я могу надевать и носить вот с такими сумочками. Вот эти сумки я вам тоже уже показывала. Можно с такой серенькой. И всё будет в такой серо-голубой камне. Можно вот с этой голубой. Как вам больше нравится, с серой или с голубой? С серой, наверное, лучше. Потому что вот эти два цвета спорят, правда? Хотя тоже неплохо. Вот с серой мне больше нравится. Такая вот сумочка на цепочке. Если хотите, я сниму вам обновлённое видео в моей сумке, если вам интересно. Так, в общем, это или это, напишите мне. Ещё. Здесь у меня бежевая сумка. В принципе, я могу надеть босоножки бежевые, и тогда лук немножко по-другому будет смотреться. Как видите, здесь все базовые цвета. Такая вот сумочка бежевого цвета. А, босоножки. Меня видно? Надеюсь, меня видно. Так, так-так, идём-идём. Надеюсь, у вас хорошее утро, у вас хорошее настроение, друзья мои. Если немножко грустно, не хочется идти на работу, улыбнитесь, посмотрите в окошко. Жизнь продолжается. Радуемся каждому дню. Я желаю вам хорошего дня. Ну что вот, смотрите. Что, какие сумки брать? Так, дечёночки. У меня сегодня самый обычный день, и поэтому я надеваю самое обычное платье. Расскажите мне, вы летом больше носите цветные платья, либо же однотонные? Я вот в последнее время поймала себя на том, что я люблю более однотонные летом. Летом буйство красок всего. Знаете, обращаешь на всё внимание, всё так классно цветёт, зелени очень много. И хочется тоже не быть какой-то острой слишком клумбой, а какой-то более-менее сдержанной, но с приятным каким-то цветом в одежде. Напишите мне, какое у вас предпочтение. Хотя у меня есть очень много платьев на лето. Можно как-нибудь в одном из видео показать. Разных, принтованных, однотонных, какие угодно. Но что-то в последнее время хочется вот именно таких цветов. Очень приятных. Я бы ещё купила бы какое-то из натуральной ткани белое, совершенно белое базовое платье. И на белом фоне всё, что угодно можно. Повесить какие-то бусы, какую-то яркую сумку взять, яркую обувь надеть. И всё будет замечательно смотреться. Так, сейчас я положу сумочки. Остановила видео, потому что я сходила за краской для волос. Девчонки, вы у меня спрашивали, какую краску для волос я использую. Вот смотрите. Вот эту. Номер 8.1. И Лореаль. Ну, сейчас конкретно на мне краска гарнир. Дело в том, что когда был карантин, я пошла в магазин, и таких красок, именно такого тона не было. Мне пришлось купить гарнир. Ну, гарнир, кстати, такая краска, какой-то блондин, с розовинкой, с какой-то розой. И вот такие краски я применяю. Но в основном в последнее время вот эту. Она лучше держится и делает какой-то более-менее приближённый цвет к моему природному. Так что вот так. Девчонки, расскажите, у вас долго держится тон краски? У меня, ну, не знаю, через месяц уже я становлюсь вот такой вот рыжий. Не знаю, что. Как ли, что бы я ни делала, как бы я ни закрепляла, всё равно побеждается цвет. Мой натуральный пигмент выходит наружу, и я становлюсь рыжей, как всегда. Вот такие. Ну, вот, хотела поделиться. Такую краску я применяла. Сейчас ещё раз покажусь. Ой, чуть не упала. А, кстати, хотела же сказать, что есть здесь длиннющий-длиннющий пояс. Смотрите, какой он огромный. Вот, можно два раза обмотаться. Но жару почему-то не хочется мне пояс надевать. Не знаю, сейчас попробую. Вот такой длинный, как его завязать. Наверное, вот так вот. Ой. Ну, в общем, как-то так будет выглядеть. Да. Платится. Ну, всё, мои хорошие. Надеюсь, у вас хорошее настроение. Вы проснулись. Замечательное настроение. Куча планов. Я хочу, чтобы ваши планы сбылись. Чтобы всё было хорошо в этом дне. Вы провели день плодотворно. А вечер весело. Расскажите мне, что вы сейчас смотрите. Вот мне интересно, чем наполнен вечер человека. Какие сериалы смотрите? Либо вы читаете книги. Поделитесь в комментариях. Давайте пообщаемся с вами. Я в последнее время сериалы совсем не смотрю. Читаю книги. И вы знаете, перечитываю какую-то классику. Те книги, которые я давным-давно хотела почитать. И как-то по-другому смотришь на те события, которые писаны в книге. Например, читал книгу в 20 лет. И читаешь её через лет 20. То есть совсем другие ощущения и совсем другое восприятие. Скажите мне, у вас тоже так? Я думаю, то же самое. Ну, всё, мои хорошие. До новых видео. Мы с вами ещё будем ходить по разным магазинам, рассматривать, что там продаётся. Какие скидки, какие цены. Может быть, вас интересует какой-то конкретный магазин. Напишите мне. Будет интересно походить по тем магазинам, которые вас интересуют. И, конечно же, возможно, я там что-то найду интересненькое и тоже вам покажу. Всё, мои хорошие. Хорошего вам дня. Весёлого настроения. С вами Татьяна. Пока-пока. Подписывайтесь новенькие. Вам не трудно, а мне приятно. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки. Я не обижусь. Всё. До новых видео. Хорошего вам дня. Пока. Вот так это выглядит с поясом. Напишите, понравилось вам это платье или нет. Мне очень оно нравится. И, как всегда, я говорю вам до свидания. До новых видео. Пока-пока. Это у нас с вами такая игра. Я прощаюсь, а потом снова здороваюсь. Здравствуйте. Я же по традиции всегда вам говорю фразу дня. Или какое-то изречение, которое мне понравилось. Вот сейчас я вам скажу фразу Монтескье. Монтескье. Шарль Луи Монтескье родился 1689 году, а ушёл от жизни в 1755 году. И вот он сказал, у женщины есть только одна возможность быть красивой. Но быть привлекательной есть 100 тысяч возможностей. Будьте красивы, будьте привлекательны. А главное, будьте здоровы, мои друзья. Всё уже теперь пока. До новых видео. Пока-пока. С вами Татьяна. Субтитры сделал DimaTorzok